друзья всем привет с вами пинс это новая серия игры city skyline что я хочу вам показать вот такой небольшой новый райончик помните на зеленой ветке метро я продлевала железнодорожную сон не железнодорожная метро станцию вот к нему я сделал такой небольшой райончик со школы я здесь и начальная и высшая школа и также небольшие парки и игровые площадки вот и также в районе марина бэй я тоже добавил такой вот пристройку к моему району и также немного облагородил я думаю что нам пора эту зону как раз выделить и чтобы на ней уже строились на наши новые домики отлично первые домики у нас уже начинают застраиваться так здесь мы тоже все это выделяем пусть начинается строительство из даже так рядышком с метром будем строить ничего страшного вот и еще вот в марина бэй вот здесь вдоль шоссе тоже хотел выделить вот этот небольшой участок земли под строительство но так и думаю достаточно будет отлично все наша городочек потихонечку будет расширяться но в этой серии я хочу еще больше начать расширять его а именно вот туда куда ведет это шоссе и как раз незаконченная дорога я здесь уже назвал этот райончик это у нас район долина и здесь будет у нас а территория кампуса самом деле здесь у меня идет вдохновение некой силиконовой долине кремниевой долины вот что большой район здесь будет университет у нас большой вот все будем какие-то такие технологичные дома здесь также будем строить я применил политику высокотехнологичные дома и добавил бесплатный вайфай в этом районе вот ну что потихонечку я думаю начинать строить поехали и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Вот такую в целом достаточно простенькую я сделал разметку, но она очень будет удобна и функциональна в этом плане. Ну что, давайте построим первый кампус нашего университета. Я, кстати говоря, выбрал кампус профучилища, потому что в целом мне они понравились по стилистике и здесь есть очень интересный именно факультет инженерных наук. Я посчитал, что оно отлично впишется вообще в территорию моего кампуса, но нам надо в первую очередь создать главное здание администрации профучилища. Немножко вот здесь неровно совсем получается, да, по нам, по размерам. Ну, мы вот так ее сделаем. Вот, отлично. Здание очень красивое, здесь хорошо так дорожки подведены. Это позволяет нам полностью сосредоточить, допустим, какие-то кампусы только к этим дорожкам. Но мы это, опять же, проверим, потому что в кампус я играю первый раз, я до этого не строил эти университеты, поэтому что-то будет в новинку для меня. Надо нам создать общежитие, читальный зал, благоустройство, центр, книжный клуб. Что у нас еще здесь? Так, и все остальное пока закрыто. Окей, мы пока на этом остановимся, сделаем вот эти пока необходимые здания. Необходимые службы я подключил, разместил главное здание, читальный зал и два общежития. Общежитие я решил перенести больше на эту сторону, это потому что поближе к станции метро. Хотя здесь, наверное, лучше жилые корпуса нам сделать, а общежитие можно тогда, конечно, чуть подальше, вот увезти, наверное, больше в гору. Ну, посмотрим, пусть два общежития здесь будет, а надо все это соединить дорожкой к метро. Так, мы это сейчас все выберем. На самом деле, тема для такого района я вдохновился, когда посмотрел интервью Дудя, его репортаж про Кремниевую долину. Мне показалось, что очень интересно сделать такой же район в Сити Скайлайн. Так, ну, что он тут не хочет мне делать? Вот, отлично, дорожка мы все подвел. А теперь можем сюда продлить наше метро. Просто отсюда уйдем подальше нашу станцию и сюда мы добавим. Так, не пойму, сделал, не сделал. Вот, единственное, здесь вот эти новые станции немного непонятно, но вот таким способом можно проверить. Поставили остановку либо нет. Вот, отлично, теперь наши поезда будут... Ох, нифига себе, вот это я что-то тут не предусмотрел, что вот такие старенькие домики мне здесь совершенно не нужны. Потому что здесь больше современный район. Мне нужна вот такая современная застройка. И, кстати, раз мы затронули этот вариант, вот здесь тоже надо... Блин, немножко не предусмотрел. Ну, так, побольше выделим наш район Марина Бэй. А долину я хочу сделать вот какие политики. Во вкладке района и области сюда применить центр информационных технологий для деловой зоны. А для коммерческой зоны... О, для жилой зоны сделать автономные дома. То есть, что мы сделали? Что жилая застройка, она вся будет вот такого плана, как Марина Бэй. Мне очень нравятся эти здания, они современные, классные, симпатичные. Поэтому их будем делать. А вся деловая зона, она будет высокотехнологичная. И как раз посмотрим. Посмотрим, как она будет выглядеть. Потому что в моем городке еще таких зданий не было. Так, окей. Университет мы сделали. Давайте посмотрим, какие характеристики у них есть. Значит, есть учебный год. Есть репутация. Кстати говоря, когда учебный год дойдет до конца, то мы будем видеть, как студенты подкидывают свои шляпы и получают дипломы. Очень классно. Так, у нас есть несколько уровней. Научные труды нам надо выполнить за год-два. Студентов нам надо 500. И привлекательность кампуса 200. Тогда мы получим следующий уровень. Окей. Привлекательность кампуса здания. Студенческий спорт. Пока все особо по нулям. Спорт кампус 80. Ну, смотрите, мы здесь даже получаем какой-то доход. Так, расход, содержание зданий. Окей. Можем включить политики. Студенческая медстраховка. Бесплатные обеты. Приглашенные ученые. Всеобщее образование. Так, вот всеобщее образование. Это интересно. Студенты не платят за обучение. Плюс 20% к привлекательности. Повышает уровень счастья. А приглашенные ученые. Так, влияет на все факультеты в пределах кампуса. Бонус к факультету 25%. Минус расходы на содержание. Давайте мы выберем вот эту. Будут у нас приглашенные ученые. Так, и научные труды. 30% вероятность научных трудов. Всего у нас выполнено 0. Научные труды, они повышают репутацию кампуса. Подавательский состав у нас 5. Так, мы, наверное, чуточку увеличим. Давайте вот так, на 10. Дайте грант на исследование. Технологии, технологии будем. Так, грант на исследование. Получено финансирование на технологии. Окей, окей. Какие-то тут машинки такие синенькие стоят. Окей, значит, пусть тогда сейчас потихоньку должно чуть повыситься у нас. Привлекательные студенты. Мы пока немножко будем развивать нашу долину. А здесь, ну что, конечно, надо побольше сделать деловой зоны. Вот так мы разместим. И здесь, наверное, надо тоже как-то дорожкой нам отсоединить и посмотреть интересные здания, которые мы можем сделать в этом районе. Потому что я уже посмотрел, и в целом есть несколько интересных зданий, которые мы могли бы сделать в этом районе. Давайте вместе посмотрим. Ну и, конечно же, с чего начнется наш район, так это с научного центра. Сделаем наш научный центр. Также здесь можно сделать выставочный центр. Здания достаточно большие. Поэтому посмотрим, как лучше их разместить. Здесь мы все-таки сделаем и научную библиотеку. Она тоже такая большая. То есть места нам понадобится много. Вот. Давайте пока разместим эти три здания. Первые домики у нас уже начинают застраиваться. И, слушайте, они очень классно выглядят, я вам скажу. Прям ультрасовременные. Очень классно. Я думаю, что здесь такая достаточно высокая застройка будет. Ну окей. Так, первое здание. Мне хочется разместить вот здесь. Я думаю, что это будет научный центр. Вот здесь мы его разместим. Возле нашего кольца. Кольцевая наша тут дорога. Немножко облагородим территорию вокруг. Ну и сделаем это просто дорожками. Вот так. И с другой стороны. Единственное, здесь не совсем ровно это идет. Тоже все подправим. Чтобы аккуратно было и красиво. Отлично. Отлично. Кстати, научный центр тоже очень классно смотрится. Я думаю, что он просто идеально впишется вообще в этот райончик. Ну здесь прям, слушайте, прям небоскребы строятся. Ну, с другой стороны, это и здорово. А вот рядышком, я думаю, что уже с этой стороны можно немного отдать под жилую застройку. Вот здесь пока немного выберем жилой застройки. Людям тоже надо где-то жить. Да, здесь тоже. Вот. А центральный мы, конечно, наверное, сделаем полностью деловой зоной. Надо будет привлечь сюда максимально, так скажем, инвестиций. Чтобы наш проект был очень успешный. А вот сюда, к кольцу, я хочу как раз сделать наш выставочный центр. Давайте мы его тоже вот так сделаем. И как раз от него я хочу сделать такие некие два бульварчика по бокам. И они как раз будут подсоединяться к нашему шоссе. Не шоссе, точнее, вернее, а к кольцу. Вот так вот. Вот, классно. И выставочный центр тоже у нас появился. Супер. Слушайте, а здесь прямо небоскребы на небоскребе строятся. Нифига себе. Я даже не думал, что здесь настолько, настолько это здесь надо делать. А всего лишь выбрали политику. Центр информационных технологий. Ну, ладно, пусть будет. Честно говоря, я думал, что здесь действительно что-то такое будет а-ля Кремниевой долины. Но здесь просто высотка на высотке строится. Честно, думаю, что это не самый тогда лучший вариант. Потому что я, конечно, хотела еще район высоток сделать немножко в другом месте. Совершенно не здесь. И я, честно говоря, не предполагал, что здесь тоже что-то такое высотное у меня получится. Ну, ладно, пусть этими будет отличаться моя долина, что это такие высотки, небоскребы среди гор. Почему мне нравится это еще место? Потому что действительно так с трех сторон она окружена горами. И так достаточно прикольно смотрится. Здесь надо также сделать съезд шоссе, потому что съезда никакого нет. И думаю как раз подсоединить его сюда к кольцу. Так что давайте его сейчас сделаем. И знаете, что я подумал? Что, наверное, здесь делать съезд не совсем будет удобно. Потому что еще одна нагрузка на кольцо. А я в целом сделал вот здесь такую достаточно милую развязку. Вот. Она как раз позволит и сразу в университет ехать, либо как раз в наш информационный центр. Вот. По-моему, классно получилось. Она обычная, такая стандартная, ничего особенного. Так, вот здесь что-то у меня выехало. Все за границей. Вот так. Так, только направление еще надо поменять, потому что я этого не сделал. Так. Так, и вот с этой стороны. Отлично. У нас появилась действующая развязка. Конечно, в дальнейшем мы подсоединим еще какие-то развязки будут дополнительные у нас. Но пока, я думаю, вот это и хватит. Слушайте, прям перестаю восторгаться этим районом. Небоскребу, конечно, класс. Можно было, конечно, привести политику, сделать, чтобы не было высотных зданий. Кстати говоря. Ну, ладно. Ладно, построились. Пусть пока будут. Давайте позанимаемся еще нашим университетом. Мы не все, кстати говоря, здание сделали. Центр благоустройства, профучилище можем мы сделать. Я думаю, что мы его подсоединим вот сюда к дороге. Вот так вот. А с другой стороны как раз можем также подсоединить. Хотя, честно говоря, вот мне очень нравится, как он вот здесь. Вот, наверное, куда-нибудь вот сюда его спрятать за нашими компусами. О, не компенсами, а общежитиями. Так, и книжный клуб. Книжный клуб давайте где-нибудь сделаем. Можем его как раз вот здесь сделать. Так, и все. Насколько я понимаю, остальные объекты нам пока недоступны. Но в целом, да, мы можем их сделать, потому что у меня был введен случайный код на разблокировку всех предметов. Так, можем сделать полицейскую академию. Кстати говоря, да, не знаю, зачем нам тут полицейская академия, но тем не менее, она у нас здесь есть. Ее вот куда-то вот сюда мы могли бы подсоединить, но она здесь плохо помещается. Здание достаточно большое. Так, ну вообще, да, я думаю, что все-таки его надо вот здесь сделать. Мы сделаем еще два общежития. Так, надо их подсоединить к этой дорожке. Вот, идеально сюда встало в наше общежитие. Дорожку, да, я хочу немножко по-другому вот так сделать. Вот, отлично. И сюда как раз мы можем построить нашу академию. И действительно, я, получается, сделал, что главное здание, общежитие понадел, а никакой учебной деятельности нету, потому что нету факультета. И вот будет у нас первый факультет. Такой очень массивный большой факультет. Кстати, знаете, вот еще появилась такая идея. Не знаю, посмотрю, конечно, но делаем пока вот этот университет. Если все будет классно, можем сделать еще где-нибудь в дальней линии еще один университет. Не знаю, насколько это будет выгодно, насколько это будет успешно, но посмотрим. Так, вот сюда я забыл электричество привезти. Пока вот так через площадь подведем. Не очень красиво, но это со временем изменим. Большое такое здание, кстати говоря, академия. Но прикольно. Солнечные панели. Очень здорово. Прям классно. Молодцы. Так, ну что, давайте посмотрим характеристику. Что, нам надо только остались научные труды, чтобы появились. Мы 5000 выделяем бюджета на преподавательский состав и вероятность появления научного труда составляет 41%. Научные труды могут быть созданы в конце каждого учебного года. Не может использовать для повышения уровня территории кампуса, а также поставлять в музеи, чтобы повысить привлекательность города. Каждые 500 студентов дают вероятность появления одной работы. При этом за один учебный год не может появиться более 4 работ. Дополнительные работы можно получить с помощью исследовательских грантов. Ну, один грант мы как раз сделали. Начебный год еще где-то 1 треть только прошла. Надо будет подождать. Я думаю, что немножко сделать территорию кампуса, расчертить. Немножко добавил я дорожек в моем университете. И вот что еще я подумал создать баскетбольный стадион. Пусть, да, в моем университете будет баскетбольная команда. Правда, на самом деле, стадион достаточно большой. Его надо как-то отдельно построить. Я думаю, от кольца мы сделаем такую дорожку. Не ту выбрал. Вот, и к этой дорожке мы подведем наш... Можем, кстати говоря, недалеко от кольца его сделать. Баскетбольный стадион. Отлично. Ох. Вообще, на самом деле, строительные... Стадионы строительства, да, они здесь... Эти домики, они прям очень большие. Бейсбольный стадион. Ну, самый большой, конечно, американский футбол. Он прям просто гигантский. Классно. Центр водного спорта. Кстати говоря, вот еще центр водного спорта можно было бы сделать. Мне кажется, очень интересная такая фишка. Я думаю, что да, мы его давайте вот здесь сделаем. И вот сюда, к этой дороге, сделаем центр водного спорта. Вот, отлично. Люблю я, на самом деле, бассейны. Люблю плавать, поэтому пусть и мои горожане тоже начинают плавать. Аллигаторс. А, и такие крокодильчики. Бегают, ходят. Прикольно, что сказать. Здесь, по-моему, тоже, да, они тоже, да, крокодильчики. Да, тоже аллигаторы. Ну, вообще, по-моему, очень прикольно. Очень забавно. Так, теперь только нормальную дорогу мы здесь сделаем. Вот так. И надо все-таки, ну, теперь наконец-то можем изменить немного кольцо. Как-то сделать его покруглее. Ну, вот. Уже лучше. Так, и что мы еще можем сделать в нашем университете? Я все-таки думаю, знаете что? Что мы, наверное, его сразу построим. Чего тянуть? Вот, сразу построим все зданицы, раз уже у нас они стали открыты. Поэтому их, наверное, и сделаем. Так, ну и начнем тогда факультет инженерных наук. Он у нас тоже большой. Вот дорожки здесь делал, а вот сюда все-таки что-то мне захотелось подсоединить. Хотя его можно к такой дороге не подсоединять. Его можно вот так даже сделать. Ну, и давайте, наверное, мы его вот сюда сделаем. Здание очень классное. Оно прям такое современненькое. Ну, почти современное. Современное, но интересное, неплохое, неплохое во всяком случае. Так, давайте посмотрим, что еще можем такого интересного сделать. Вот у нас здесь есть возле нашей площади большая территория, куда мы можем что-то прям медиа-центр, можем медиа-центр сделать. Давайте, наверное, его сюда и сделаем. Да, это здание очень классное. Так, 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 что еще здесь? Книжный магазин, профучилища. Тоже такой огромный книжный магазин. Офигеть. Вот куда такой магазин? Так, лаборатория. Лабораторию мы, наверное, да, вот здесь сделаем. У нас есть памятник. Можем куда-то памятник сделать. А лабораторию, я так понимаю, можно несколько сделать. Она у нас не закрылась. Лекторий. Ну, вот здесь мы тогда сделаем лекторий. Как раз рядышком с нашими общежитиями. Ну, тоже такое больше классическое строгое здание. Лаборатория. Ну, лаборатория, как лаборатория. Они примечательны вот такими мостиками. Подвесными. Вот здесь, да, вот тоже такой мостик. Ну, здорово. Единственное, я не вижу студентов. Они что-то вот здесь ходят, а куда-то туда дальше не ходят. Вот здесь надо, наверное, пешеходный переход нам сделать. Вот, блин. Ну, ладно, пусть там будет. Можем как раз тогда вот эту дорогочку немножко пешеходному переходу сделать поближе. Так, памятник. Актовый зал. Актовый зал это, собственно говоря, где и проходит церемония. Так, вот сюда нет, не помещается. Так, посмотрим. Ладно, компьютерный клуб. Компьютерный клуб можно, да, вот сделать. Как-то не совсем нравится, как все получается. Так, библиотека. Библиотеку, ну, библиотеку вот сюда, вот рядышком мы построим. Что у нас? Фонтан. Вот где-то мне надо сделать еще такую небольшую здесь а-ля площади. Вот мы, наверное, как раз вот отсюда вот эту дорожку у нас будет вести такой, к некой площади. Так, где он у нас? Открытый лекторий. О, вот это очень классно. Это здорово, мы это сделаем. Вот фонтан нашего училища. По идее, я думаю, что студенты должны здесь прям отдыхать, сидеть с друзьями, общаться. Так, что-то мне не получается. Рядом дорожку сделать. Вот. И с другой стороны. Ну, отлично. Так, книжный клуб, да, у нас есть такой небольшой, прям старенький. Спорткомплекс. Спорткомплекс, я думаю, как раз тогда, наверное, вот здесь его и разместить. Так как у меня, пожалуй, здесь все здания. Нифига себе, сколько сюда машин поехало. Так, лекторий мы вот здесь сделаем. Ой, лекторий, не лекторий, а наш спорткомплекс. Вот так мы его сделаем. Давайте посмотрим. Да, гум. Пусть туда бегают. Да, такой уже прям большой у меня получается мой университет. Так, ну давайте прям все-все-все здания уже построим. Прям не терпится. Столовая. Столовая, конечно же, должна быть. Как же без нее? Я думаю, что мы ее сделаем как раз вот рядышком с нашей... Вот здесь мы ее сделаем, рядом с площадью. Так, библиотеку мы делали, компьютерный клуб вот мы не делали. Мы его можем, да, вот здесь сделать. Давайте посмотрим. Ну, такое небольшое здание. Миленькое, я бы сказал бы, что это как найти а-ля загородный домик. Какой-то наша кафетерия. Только как-то она немножко некрасиво смотрится у нас. Давайте попробуем опустить немного землю. И выровнять ландшафт все-таки надо. Сгладить углы, а то здесь слишком некрасиво получается. И в целом здесь уже дорога в горку идет. Вот здесь, наверное, особо как-то строить ничего и не стоит. Так, ну, ладно, немножко сгладили. И ладно, хорошо. Так, библиотека. Вот надо актовый зал. Актовый зал мы, наверное, вот сюда его подсоединим. Прямо к нашей дорожке. Вот так вот. И здесь как раз будет церемония вручения диплома будет проходить. Здорово. Либо можем мы как раз вот сюда ее сделать. Может быть, действительно стоит его перенести вот сюда. Давайте, да, наверное, лучше перенесем. В нашей площади. Ох, нет, нет, сюда мы точно переносить не будем. И вообще там, наверное, особо строить уже ничего и не надо. Какие-то, если небольшие домики. Можно книжный клуб, кстати говоря, туда перенести. Ох, смотрите, сколько студентов у меня побежало. Они все побежали в спорткомплекс. А, центр водного спорта. Здесь так же, как на стадионе, у нас проводятся игры. Безопасность матча у нас здесь. Поддержка молодежи. Давайте поддержим нашу молодежь. Так, государственный колледж. Отлично, отлично. Они здесь будут играть. Кстати говоря, и здесь, видимо, тоже, да. Здесь тоже на баскетбольном стадионе у нас будут проходить матчи. Здесь очень много студентов у нас собирается. Собачки бегают. Блин, вот это классно. Вот это я, честно говоря, даже ожидать не мог. Но я думал, что они все побегут на пары. Все побегут учиться, а они все на спорт побежали. Но тоже дело хорошее. Так, окей. Вот какой-то там дядя у нас идет. Вот это, кстати, дорожку можем вот сюда подсоединить. Так, ну давай, что ты не хочешь. Вот так. Теперь тут студенты могут сократить немножко. Ну, мне на самом деле уже больше нравится, как все получается. Пока не очень много, кстати, студентов учится. Давайте посмотрим какую-нибудь характеристику. Студентов 1500 достаточно много, привлекательность очень высокая. Репутация пока все равно низкая. Студенческий спорт, цены на билеты. Так, стиль команды, цвет команды пусть, ладно, желтенький. Здесь очень много всякой статистики. Один матч мы проиграли. Одно поражение у нас было. Так, можем бюджет на чар-лидеров выделить. Давайте небольшой бюджет выделим. И тренерский состав тоже. Наверное, из пяти человек будет он состоять. Окей. Это хорошо. Так, у нас остались еще неоконченные. Незавершенное строительство. Так, библиотека. Библиотека. Я уже забыл, строил я... Да, библиотеку строил. Лекторий у нас был. Лаборатория у нас была. У нас не было книжного магазина. Я думаю, что мы его разместим. Вот если вот сюда, возле этой площади поместится он... Да, он помещается, но он почему-то так высоко тоже делается. Давайте мы его опустим. Ну, как-то вот так мы его тогда сделаем. Единственное, мы его немного подвинем. И, пожалуй, да, пожалуй, дальше что-то делать не особо имеет смысла. Выровняем наш ландшафт. Не очень красиво смотрится. Я думаю, что все-таки здесь тогда эту дорогу надо удалить. И в большей степени попробую сгладить ландшафт. Окей. Вот так вот. Медиа-центр у нас есть. Секция пляжного волейбола у нас нет. Но мы можем, кстати говоря, ее сделать вот здесь. Как раз здесь такая у нас больше спортивная зона идет. И здесь такая секция пляжного волейбола. Забавно. Забавно, интересно. Так, памятник. Памятник, мне кажется, я делал. А это у нас что? А у нас два памятника. Хорошо. Остался факультет туризма еще вот здесь делать. Так, здесь, наверное, тоже у нас перепад высот идет. Вот часть горы сносится. Нет, ну тогда факультет туризма мы там делать не будем. Мы его сделаем, наверное, вот здесь тогда. Но для начала мы сначала все-таки сделаем дорожки поинтереснее. Вот так вот. И сюда перенесем наш факультет. Вот, вот здесь прям, слушайте, прям классно. Прям идеально. Ну, отлично. Так, что мы еще можем сделать? На самом деле, по-моему, мы уже все сделали, кроме открытого лектория. Сейчас еще все проверю. Проверю. Единственное, можем добавить, допустим, сюда еще одну лабораторию. Давайте добавим, пусть их будет несколько. Надо добавить еще нам студенческих общежитий. Добавить лекторий, я думаю. Можем как раз вот здесь, да, добавить. Единственное, не всегда удобно, что приходится вот так дорожки все переключать для того, чтобы потом опять вернуться к своему зданию. Так, так, так. Так, вот сюда мы сделаем наш лекторий. И в целом, похоже, что мы почти что все сделали. Библиотека есть. Столовая есть. Спорткомплекс есть. Вот открытый такой лекторий хочется сделать. Ну, да, вот его надо прямо на ровном месте делать. Сюда можем его сделать? Да, я думаю, здесь тогда и сделаем его. Здесь потом побольше деревьев засадим. И смогут спокойно здесь учиться наши студенты. И я думаю, что как раз вот сюда мы можем добавить еще несколько общежитий. Делаем здесь такой а-ля бульварчик. И сюда подсоединим наше общежитие. Тоже, наверное, сделаем по три. Но можно еще немножко добавить вот с этой стороны. Сейчас мы все дорожками тоже доделаем. Добавил я сюда еще общежитий. Итого здесь получается пять у меня. Ну, по-моему, отлично. Здесь как раз завершается моя университетская территория. Далее все, конечно, здесь идет больше такие учебные заведения. Вот, ну, по-моему, неплохо. По-моему, здорово получилось. Да, добавил я тут немножко дорожек. Но я думаю, что их здесь даже мало. Что надо их больше здесь. Надо больше их здесь добавлять. Потому что, так, нефтяная скважина пятого уровня повысилась. Отлично. Это отлично. Но сейчас не в тему. Вот так. Здесь мы еще тоже можем какие-то фонтанчики сделать, которые у нас были. Так, это... Так, фонтан мы его делали. Вот памятник у нас еще остался. Ну, вот так мы его сделаем. Скучненький памятник. Ну, ладно. Так, и похоже, да, похоже, все мы сделали. Все мы сделали. Мы с вами молодцы. У нас получилась огромнейшая территория нашего университета. Ну, и действительно, да, территория прям большая. Единственное, вот это, я думаю, что надо что-то вот здесь еще сделать. Заполнить эту территорию. Ну, и сейчас мне хочется побольше добавить зелени, чтобы это все хорошо смотрелось. Вот так, побольше деревьев. Вот здесь, да, еще не закончил я дорожки. Так, конечно, да, на территории кампусов тоже побольше деревьев сделать, чтобы было все комфортно. Ну, вот так, идеально. Идеально. Везде сразу тоже добавить деревьев. Так, я думаю, что здесь надо вот эти линии электропередач точно удалить. Они здесь совсем ни к чему. Правда, сейчас пропадет электричество. Но мы это все исправим. Хочу закончить вот здесь. Дорожки у меня до конца не сделаны. Мы их сразу вот к этой дороге подсоединим. Вот. Вот так, это другое дело. Электричество пропало, как я и думал. Сейчас изменим здесь подход. Наблюдаю, как студенты идут в мой университет. Ну, кто-то, наверное, на работу здесь бежит. Не очень много, кстати говоря, людей. Я думал, что будет больше. Но я думаю, что надо вот эту еще дорогу здесь чуть изменить, потому что все бегут в одну сторону, а вдруг надо в другую. Мы об этом даже не подумали. Поэтому сейчас в обратную сторону тоже сделаем. И соединим ее вот с этой дорогой. Вот. Отлично. Тут они могут, если что, сократить. Отлично. Давайте немного позанимаемся также нашей долиной. Все построилось, все построилось, все отлично. Единственное, вот здесь надо как-то доделать территорию. Думаю, что мы вот так ее и доделаем. Так, единственное, здесь не ровно все получилось. Вот так. И да, снеслась здесь у меня вот эта дорожка. Ее надо возобновить. Отлично. Ну, и здесь тоже мы сделаем нашу деловую зону. Вот так. Единственное, сейчас надо на паузе немножко дорожек проложить. Вот так. Между районами. Ну, просто, чтобы могли люди не обходить все это. Немножко тоже сократить. Так, окей. Еще посмотрим, какие здания можем сделать. Да, я хотел еще научную библиотеку сделать. Так. Мы ее, кстати, можем, говоря, сделать вот здесь. Здесь как раз такая хорошая территория. У меня идет под научную библиотеку. И я думаю, что, да, она неплохо вписалась. Она даже такая прям старенькая. Ух, здорово. Она хорошо вписалась у меня в университет. Здорово. Я очень рад. Что мы еще можем сделать? Так. Из этих зданий, пожалуй, все. Мы можем сделать музей современного искусства. Не знаю, может он здесь находиться или нет, но мы его давайте сделаем. Так, а сделаем? Я думаю, что его где-нибудь вот здесь можем к дороге подсоединить. Да, вот здесь мы его сделаем. И так же надо подвести аккуратно дорогу нам. Вот так. Все, похоже, идеально. Здесь надо только нам изменить немножко нашу дорожку. А вот так мы ее вдоль проведем. И здесь тоже до дороги. Так, вот здесь что-то у нас совсем не красиво. Вот так уже лучше. Вот. Вот так еще лучше. Супер. Музей современного искусства у нас сделан. Здесь мы можем тоже что-нибудь, я думаю, здесь просто даже застроить. Мы можем сделать и коммерческую застройку. Только может быть не такую сильную, а примерно вот немножко с другой стороны использовать деловую застройку. Ну, а здесь, я думаю, даже можно все жилой застройкой сделать. Вот так потихонечку застраивается наш район. Так, и из таких зданий, которые мы могли бы еще бы здесь сделать. Мне очень приглянулся вот такой 3D Cinema. И, кстати говоря, мы его можем прямо вот здесь сделать. Мне кажется, прикольно смотрится. Так очень необычно. Он еще, да, сейчас должен подсвечиваться. Не помню, по-моему, да, вот только таким цветом он будет. Светить. Хотя было бы прикольно, если бы он прямо переливался. Но, тем не менее. 3D кинотеатр. Здесь у нас тоже появился. Современная технология. Ну что, сделал я такие шумозащитные барьеры. Вдоль шоссе. Также немножко изменил здесь мостик, дорожку. Вот. И все-таки хочется здесь немножко добавить зданий. Сейчас еще раз хочу просмотреть, что мы можем сделать. Есть читальный зал. Читальный зал. Так, как он, интересно. Нет, сюда так не очень хорошо помещается. Хотя вот сюда он чисто теоретически поместился бы. Но тоже что-то как-то не очень классное. Давайте посмотрим, что еще можем сделать. Столовую. Можем, да, кстати. Ну, столовая здесь тоже как-то не супер. Вот ее надо вот здесь, может быть, где-то сделать. Либо вот здесь. Вот здесь, я думаю, более актуальное место для столовой. Можем перенести вот этот центр благоустройства. Мы его можем вот сюда добавить. А сюда доделать нашу столовую. Здесь это будет актуально, потому что здесь и общежитие, и как раз рядом кампусы. То есть столовая здесь нужна. Так, ну что же мы сюда можем построить? Библиотеку. Ну, библиотеку у нас уже есть. Компьютерный клуб. Он тоже у нас уже все есть. Есть лекторий, лаборатория, книжный магазин. Ну, как вариант, вот сюда книжный магазин мы можем построить. Давайте его тогда сделаем. Медиа-центр у нас есть. Все, прям все построили. Какие мы молодцы. Давайте, наверное, тогда просто библиотеку еще сделаем. Вот здесь как раз люди спускаются, студенты, и сразу в библиотеке попадают. Вот. Здесь, здесь будет парк. Так и быть, пусть будет парк. Окей, теперь, ну, прям, вот почти все-все-все уже сделали. Единственное, вот еще можно еще вот сюда нам дорожку продлить. На самом деле, здесь уже, ну, как бы действительно все сделано. И на самом деле, я просто жду, когда закончится этот год, для того, чтобы посмотреть итоги учебного года. Там очень интересная такая табличка, которая нам покажет разные, разную информацию про наш университет. И вот ее-то я и хочу почитать. Поэтому мы сейчас сделали вот такую дорожку. Опа, вот, чтобы бесшовная была дорожка. Отлично. Ну что, давайте посмотрим, есть ли результатов, нет, результатов еще нету, но совсем немножко остается нам до конца учебного года. Мы, наверное, хочется мне еще позаниматься немножко долиной, ее построить. Я думаю, что с другой стороны у нас в большей степени будут жилые районы. Но можно также и деловую, какую-то недвижимость сделать. Давайте буквально немножко начнем делать, потому что не хочу пропустить учебный год, который у нас есть в университете. Так, здесь у нас вот такая дорожка будет. Ну и здесь, по сути, просто параллельная дорога идет. Да, и здесь она уже совсем уходит тоже в горы, поэтому вот буквально один квартал дальше строить уже все, уже смысла нету. Так, ну что, ну что, не знаю, просто выведется нам информация про колледж, либо нет, поэтому я так немножко даже переживаю, чтобы не пропустить. Но уверен, все равно мы потом эту информацию сможем взять. Вот здесь можно, кстати, под мостом нам хорошо провести. И вот здесь мы их как раз можем соединить. Слушайте, отлично. Так, ну что, здесь мы тоже немножко дорожек сделаем. Примерно постараюсь параллельно к тем дорожкам, которые у нас на другой стороне есть. Вот, отлично. Ну что, здесь мы тоже тогда сделаем деловую застройку. Пусть все-таки, да, такая большая деловая зона у нас будет. Всем доброе утро. Это прекрасно, это прекрасно, но как бы еще немножко, немножко. Я просто хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Вот здесь мы можем наблюдать, что уже наши студенты собрались. Опа! Все, учебный год закончился. Наши студенты получили первые дипломы. Ну, за первый год работы, я думаю, это неплохо. Интересно, с развитием моего университета, когда будет больше учащихся, будут ли заполнены все вот эти сиденья? Не знаю, мы это посмотрим. Так, ну что, все, учебный год, по идее, закончился. Научных трудов у меня написано не было. Это очень жалко. Если что, можно будет увеличить финансирование на преподавательский состав. Здесь также у нас привлекательность от побед есть наших команд. Ну, также и поражение минус 20. Ну, и по итогу все равно то, что есть спорт у нас в кампусе, то плюс. Так, недельные расходы 11. И там доход тоже у нас был. Ну, что, смотрите, отчет за учебный год. У нас было написано 3 научных труда. Студентов 1777. Привлекательность 1600. Получен уровень репутации известный. Классно. Бонусы за уровень. Плата за обучение 7 за студента. Бонус за студентов по обмену 4%. Здесь нам, значит, говорят, что мы можем строить. Но мы и так это уже все построили. Научных работ за грант. 3D печать зданий. Обувь Coco Nude. Интересно, тут можно все почитать. И какой-то еще что-то непонятное было сделано. Вечеринка в простынках. Студенты пленили венки из цветов с клумба кампуса, чтобы дополнить свой образ для вечеринки в простынках. Но окей. Мне кажется, неплохо получился учебный год. У нас уже 2 звезды. У нас получается новый учебный год. Научные труды у нас какие-то уже 3 из 4. Всего 1 научный труд нам надо. Второй уровень уйдет. Уже известный у нас университет. Но все равно плата за обучение и расходы пока превышают доходы. Посмотрим. На самом деле я слышал о том, что на этих университетах чуть ли можно не разориться. Потому что некоторые расходы могут прям кардинально быть высокими. Тем более, это у нас не самый такой топовый университет. Это профучилище. Далее есть гуманитарного института. И уже кампус университет. Вот я думаю, что, кстати, кампус университета где-то им надо сделать. Но единственное, мне просто здесь не очень понравилось, что здесь медицинский факультет, естествознание и юридический. Как бы очень престижный, но ничто не связано с какими-то высокими технологиями. Так, ну что, здесь долина тоже у меня потихонечку застраивается. Ну, думаю, на вот таком прекрасном виде мы с вами закончим эту серию. Конечно же, в последующих сериях мы будем развивать нашу долину. И я думаю, что все-таки надо будет построить еще один университет здесь, чтобы закрепить статус вот этой Мекки знаний. Вот. Поэтому, ребят, спасибо вам за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал и комментируйте. До новых встреч. Пока-пока.